И я очень рад приветствовать всех вас, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать тех, кто присоединился к нам, наше левобережнее собрание, наших братьев и сестер, которые смотрят нас сейчас по интернету. И я буду говорить сегодня с вами на одну из важнейших тем. И эта тема продиктована ситуациями, которые вокруг нас. Я назвал ее «Как построить счастливый брак». Друзья, я не претендую на эксперта в этой области. Безусловно, написаны тысячи книг на эту тему. И, наверное, не меньшее количество различных выступлений разных психологов, спикеров, пастыров, семейных консультантов, которые дают советы за советами. Но я хочу сказать о том, что нам что-то нужно знать. Что-то важное, фундаментальное, что поможет нам в нашей жизни и в нашей семейной жизни. Для тех, кто замужем и для тех, кто женат, я надеюсь, что когда вы будете слушать те моменты, которые я здесь подмечу в моей сегодняшней проповеди, они освежат ваши отношения, вы проверите себя, и я надеюсь, что они помогут вам стать лучшей женой и лучшим мужем. Для тех, кто еще не замужем и не женат, я надеюсь, что вы можете увидеть некую модель, которая так очевидна в Библии, что такое счастливая семейная жизнь, каким образом подходить к ней, как строить, как созидать семью. Сразу хочу сказать о том, что многие из нас, ну, на автомате, можно сказать, или на подсознании, копируют роль либо отца, либо мамы той семьи, с которой мы вышли. И, к сожалению, мы должны признать, что далеко не всегда это лучшая модель. И та семья, в которой ты и я, мы росли, это было время Советского Союза, ну, я имею в виду наше поколение, где воспитывали так, достаточно жестко, достаточно конкретно, я бы сказал. То есть, редко в семьях мужчины расплывались в чувствах своих. Обычно все так строго, все так принципиально, все так, знаете, так суховато немножко. Самое важное просто работать было, исполнять те планы правительства, которые стояли перед нами, те планы пятилетки, которые коммунистическая партия была, ну, лидером в нации, которые она ставила. И во многих семьях мужчины не раскрывались в тех чувствах любви, заботы, внимания. Хотя забота была, но, может быть, не было столько чувств. И дети, соответственно, вырастая, они где-то повторяют эту модель. Я сталкивался с этим десятки раз, консультируя с моей женой разные семейные пары. Я вдруг осознавал, что передо мной сидит абсолютно честный мужчина, порядочный человек, который сделал все установки со своей жизни, то, что он видел. И вот теперь у него кризис в семье, и он не знает, что делать дальше. Потому что он старался, он что понимал, то делал, но чего-то нет, какого-то важного составляющего не хватает в его отношениях. Друзья, я хочу, чтобы нашим основанием было Священное Писание. И я буду идти достаточно быстро, дам вам некоторые моменты, буду надеяться, что они помогут вам. Вначале хочу процитировать Джеймса Добсона, одного из известнейших христианских консультантов области семьи и брака. Он сказал следующее. «Если вы построите счастливую семью и сможете на протяжении долгого времени сохранять ваше счастье, вы неминуемо станете успешным человеком и в других сферах вашей жизни». Хочу сказать, что понятие успеха, которое на разных тренингах, коучингах люди пытаются определить, что такое успех. Я помню, как совсем недавно мы также задали этот вопрос между нашими пасторами. Как вы определяете успех нашего служения и нашей жизни? В чем он измеряется, если мы говорим о церкви? В чем измеряется успех церкви? Каковы показатели успеха? И потом мы трансформируем или переводим стрелки на самих себя. А в чем мое личное определение успеха моей жизни? И я хочу сказать о том, что сегодня, после 30 лет нашей семейной жизни, я бы сказал так, что сегодня для меня успех – это когда я имею счастливую жену, которая, живя со мной, может сказать, что в действительности я счастлива, я живу с человеком Божиим. Это не показатели внешние какие-то, что ты там живешь круто или ездишь на каком-то автомобиле, который впечатляет других людей, то есть там ездишь в отпуск. Настоящий успех – это когда ты счастлив с Богом, ты счастлив с женой или с мужем. У тебя есть дети, которые любят Господа, которые идут за Богом, и ты знаешь свое призвание жизни. И на этом этапе, в этом сезоне, ты исполняешь это призвание, исполняешь его в полноте. Никогда не забуду, как мой духовный отец однажды сказал мне, Виталий, когда ты ложишься спать, перед тем, как ты уснешь, будь уверен, что в этот день ты сделал все, зависимое от тебя, чтобы исполнить волю Божию в полноте. Он повторил это несколько раз за те годы, когда мы были близки очень, друг к другу жили вместе, и это осталось где-то внутри меня. Перед тем, как уснуть, я мысленно пробегаюсь по моему дню и пытаюсь проанализировать, как бы стоя пред Богом, о действительности ли я сделал все, что я мог сделать для того, чтобы в этот день исполнить волю Божию. Я хочу предложить вам в тексте Священного Писания книга Притч, 24 глава, 3 стих. Написано так, «Мудростью устрояется дом и разумом утверждается». Друзья, семья – это дом. Семья, там, где муж и жена вместе создают свое гнездышко – это дом. И Писание говорит, что если ты хочешь устроить дом, вы знаете, статистика очень конкретно показывает нам, что более 80% – это мировая статистика семей – сегодня в наши годы подвержена распаду. Более 80% семей распадаются. То есть менее 20% семей им удается устроить дом. И Библия говорит, мудростью устрояется и разумом утверждается. Вы знаете, дом имеет, по крайней мере, с моей перспективы, три таких ключевых фрагмента или части. Первый из них – это фундамент. Второй из них – это стены. И потом крыша, стены. Вот мы строим сейчас, достраиваем еще один домик для детей-сирот, и мы строим сейчас стены. И я так вижу, как быстро они их возводят. Уже второй этаж возводят. Буквально тут пару недель прошло. Первый этаж раз, перекрыли. Второй этаж. Так долго копались в фундаменте. Все лето, все лето, что-то там в земле возились, 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 потом хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И уже мне говорят, пастор, мы готовы к третьему этажу идти. Я говорю, серьезно, так быстро? Да, мы сейчас выгоним махом. То есть стены, а потом крыша. И я думаю о том, что есть некоторые семьи, у которых нет фундамента. Вообще, что такое фундамент? Вы знаете, однажды Иисус сказал, что всякого человека, который слушает слова мои, исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Потом говорит о том, что пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом. Он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова сии и не исполняет, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико. Мой вопрос, что является фундаментом семьи? И я хочу показать вам сегодня четыре краеугольных камня, которые, как я понимаю, являются фундаментом нашей с Наденькой семьи. И я вижу это в Писании, и я хотел бы, чтобы мы проверили себя, и чтобы это было также и нашим фундаментом. Итак, первый краеугольный камень, я назвал его, это воля Божия. Вы знаете, сегодня утром пастор Евгений говорил со мной, когда я скинул краткий конспект моей проповеди, и он наговорил мне большое сообщение. И он сказал мне, пастор, ты из своей семьи хочешь нас научить. Но наши семьи были созданы совсем по-другому. Я хочу пояснить, перед тем, как я предложил Надюшке моей, чтобы мы поженились, я взял длительное время для молитвы поста и для того, чтобы ответить на вопрос, точно ли эта девушка, это воля Божия для моей судьбы. Но этого Бог мне говорил о том, что мне не придется работать за Ревеку. Ревека удивительный пример. Например, папа видит сына, который уже взрослый, вымахал, ему пора жениться. Вокруг много разных девушек, а папа боится его отдать. В той культуре отец отдавал сына, чтобы он женился и утверждал невесту. И папа боится его отдать. Красивые, вокруг, рядом девушки. И однажды в один день в молитве он говорит своему слуге, пойди в другую местность и найди там человека, нашего человека. С такими же ценностями человека. И он объясняет ему, как что. И Елиезер, слуга, идет и приходит. И у него есть понимание, взгляд, какой должна быть невеста для господина, для сына господина, для сына Авраама, для Исаака. И он останавливается, там колодец. И там девушка, там не одна, там их много девушек. Но одна из них увидела какого-то странника и говорит ему, что я напою тебя и напою верблюдов твоих. Вы знаете, один верблюд, чтобы напился, нужно 10 ведер минимум. А их было 12 верблюдов. 120 ведер она подняла из колодца, просто добровольно из земли. Никакого моторчика, лебедки там не было. Это руками своими. А он стоял и смотрел. И молился. И он сказал, это, скорее всего, она. И потом он предложил ей, она взяла какое-то время, согласилась и поехала. Имя этой девушки Ревека. Она стала женой Исаака. Это в Библии. Это библейская история. Бог мне говорил, я дам тебе Ревеку, и тебе не придется служить за нее. И только тогда, когда я был уверен, что это воля Божия, не по взгляду, а чей выбирая, хотя чувства нахлынули очень сильно, когда я понял, что это Бог, но я на первое место поставил волю Божию. Вы помните, что Иисус, когда ходил по земле, Он ничего не делал без воли Отца Небесного. И это очень радикальное заявление, которое пронзило меня однажды от макушки головы до подошвы ног. Я был подростком, я стоял в церкви, и я помню, как Дух Божий просто мне сказал, я так ищу людей, которые скажут, я отказываюсь от своих прав. Я хочу, чтобы Ты, Господь, вел меня по жизни. Я не буду ничего делать без Твоей воли. Где Ты в этой ситуации? В любой ситуации, в которой бы ты ни оказался, у тебя возникает мысль, а где Бог в этой ситуации? Например, что-то случилось, а где Бог в этой ситуации? Например, тебя ограбили, как это меня ограбили? А где Бог в этой ситуации? Например, дома конфликт, непонимание. Подождите, а где Бог в этой ситуации? Например, что-то там трудности с начальством Твоим, руководитель Тебя не понимает абсолютно, ты считаешь, что Ты прав, ты пытаешься доказывать. Подождите, где Бог в этой ситуации? Без воли Отца. И вот почему я поставил этот камень, как самый первый краеугольный воля Божия. Вернемся к пастору Евгению. Он мне сказал такую мысль. Он говорит, а ты знаешь, как мы женились? А мы женились, как придется. А мы женились, по взгляду отчей. А мы женились, по-разному. А мы женились иногда потому, что, ну, все, уже как бы ребенок здесь. Ну, надо жениться. Ну, мы же мужчины, например. Мы чувствуем, что, ну, наш, ну, это имя, это честь. То есть, я возьму ответственность. И там не шла речь о воле Божией совсем. Друзья, я хочу сказать, что апостол Павел в послании к Коринфянам, в 7 главе, он говорит о том, что тебе не нужно искать развода. То есть, даже если ты женился без Бога, женился, либо ты был христианином, либо нет. Как бы ты ни женился, но когда ты приходишь к Богу, то ты даешь шанс Богу благословить твою семью. Ты даешь шанс Богу прийти в твои отношения. И там он описывает о том, чтобы человек не искал развода. И он говорит, что неверующий муж освящается женою верующей. Жена неверующая освящается мужем верующим. И он говорит, иначе дети ваши были бы не чистые, а теперь святые. И он говорит, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таком случае не связаны. К миру призвал нас Господь. А вот здесь следующий стих, 16 стих, он говорит так. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? И он говорит здесь следующее. Когда ты пришел к Богу, где бы ты ни был, оставайся в таком положении. И пытайся сделать все, чтобы стать каналом, чтобы Бог пришел во всю твою семью. Жена верующего ты можешь спасти. Бог через тебя может коснуться твоего мужа неверующего и спасти его. Если муж верующий, жена неверующего, оставайся в браке и делай все, чтобы принести Иисуса, принести жизнь Христову в свою семью. Итак, первый краеугольный камень – это воля Божия. Но для тех, кто уже в браке, вам нужно в этом состоянии оставаясь искать Бога и делать все, чтобы семья ваша была спасена. Второй краеугольный камень – это завет. Завет мы часто видим это в нашей церкви, когда жених говорит, стоя под венцом, «Я буду любить тебя, я буду почитать тебя во все дни жизни своей. Я беру тебя в мою законную жену, чтобы быть с тобою, хранить тебя, начиная с этого дня. Я обещаю быть верным в хорошие времена и плохие, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, в благополучии и в скудости, пока смерть не разлучит нас». Это слова завета. Они имеют большое значение. Посмотрите, что сказал Иисус. Он сказал в Евангелии от Марка, 10 главе, 9 стихом, что Бог сочетал того человек, да не разлучает. Что значит Бог сочетал? Когда происходит сочетание? Некоторые говорят, ну когда? Ну, переспали мы ночь, вот и сочетал нас Господь. Хм, а где вы взяли это? Вы взяли это в Библии, что Бог сочетывает тогда, когда вы переспали ночь с каким-то человеком? А через какое-то время вы переспали с другим человеком, что Бог снова сочетал? А потом еще с каким-то человеком снова сочетал? Нет, это люди так думают. На самом деле, я глубоко верю в то, что когда мы, как люди, берем на себя обязательства, смотря в глаза своему спутнику, и мы говорим с этого момента, я беру тебя в жены, она говорит, я становлюсь твоей женой, и я обещаю верность. Мы заключаем завет. Вот в этот момент, когда завет мы заключаем на земле, Бог заключает, венчает или сочетывает этот завет там, на небесах. Знаете, однажды я присутствовал на одном браке, я был в шоке. Это было в христианской атмосфере. Один пастырь венчал, сочетывал. Не то, чтобы я осуждаю этого пастыря, я просто не понимаю. И он попросил, чтобы они произнесли слова завета. Они, улыбаясь, смеясь, произнесли эти слова завета. И он объявил их мужем и женой. И не помолился. И не помолился. Конечно, сразу после этого я подошел к нему и спросил, а как это возможно? Вы что, сами связываете здесь на земле? Вы не просите Бога прийти? А как это возможно? Ты отпускаешь людей в жизнь? Ты даже не попросил Бога прийти и благословить их? Так они будут ссориться между собой. Так они будут воевать между собой. Так у них нету даже точки отправной, они даже Бога не попросили. Он ничего не мог сказать. Вот так посмотрел, он мне говорит, ну в нашей культуре это не так важно. Я подумал, мы создали какую-то христианскую культуру, культуру без Бога. В некоторых семьях мы христиане, а там Бога нет. Почему? Может, стоит вернуться и сказать, Господи, а приди к нам. Вроде понимали друг друга, а теперь не понимаем. Третий краеугольный камень – это посвящение. Знаете, говоря о Завете, я хочу сказать еще интересную мысль. Однажды, я не забуду тот день, мы совсем перестали понимать друг друга с Наденькой. Вы думаете, у нас все гладко было? Если вы скажете, что, ну, я не знаю, но, наверное, у постырей никогда не бывает напряжения и конфликтов, вы ошибаетесь. Я не поверю, что есть какая-нибудь семья, где не было бы конфликта и напряжения. То есть это иллюзия. Мы очень любим друг друга, и мы очень любили друг друга с самого начала. Но потом, через какое-то время, так как мы настолько разные, ну, в действительности разные, совершенно разные. Я потом нашел это в Библии. Там, где сказано, что Бог создал жену, соответствующую ему. Но слово «соответствующее» на самом деле в подлиннике противоположное ему, то есть оппозиционное ему. И здесь интересно. То есть я вижу, вот так она видит по-другому. Я считаю, что вот так лучше, она считает, что вот так лучше. И нам надо как-то вместе принять решение. И поначалу мы вроде уступаем, договариваемся, а потом приходит момент, когда ты уже не хочешь ничего уступать. Ты хочешь делать так, как ты хочешь делать. Она хочет быть понятой в конечном счете. Ну, почему ты так делаешь? Это неправильно, это недальновидно. И потом уже все. Потом уже конфликты. И просто конфликты. Знаете, в этом есть Божий дизайн на самом деле. Представьте себе, вы видите себя каждый день. С себя в зеркале. Вы ходите с человеком, вашим двойником. Вы сами от себя убегаете иногда, правда? Потому что вы сами себе надоели вообще. Вам не нравится что-то. Вы смотрите в зеркало, вам что-то не нравится. Как вы говорите, не нравится. Как вы ведете, не нравится. Вы не любите смотреть себя. А тут бы вы ходили с самим собой каждый день. Вы бы очень быстро сбежали, бы сказали бы, это просто ад на земле. Я себя ненавижу, тут я в дубле. Понимаете? Вот почему мы притягиваемся к противоположному. Вот почему нам интересно, а как это она так думает? А как это у нее такие электроны бегают? Я вообще не понимаю логики. Вообще не понимаю женской логики. Но она как-то там бегает электронами. Раз, и выдает тебе. И выдает правильное решение. Мне надо несколько аргументов. Мне надо логически прийти к этому решению. Мне надо доказать, объяснить, показать причинно-следственную связь. И тогда я соглашусь. А она без всех этих связей причинно-следственных раз и выдает, раз и выдает, раз и выдает. И мы на самом деле притягиваемся. Так вот, Божий дизайн. Чтобы чем более разные противоположности соединились в одно целое, тем меньше несбалансированных, таких, знаете, сырых, таких каких-то необдуманных решений в этой семье будет приниматься. Чем больше они обсудят, поначалу это с напряжением, а потом это с пониманием, а потом это уже с любовью, с терпением. Знаете, брак – это место, где происходит очень тонкая обработка твоего сердца. На работе тебя так не достанут, в церкви тебя так не достанут, среди друзей тебя так не достанут. Но дома достанут до живого и вывернут все. Дома тебя знают насквозь. И видят тебя, как будто рентген. Ты еще не успел ничего сказать. Все все поняли уже. Почему это дома, это Бог так придумал, чтобы изменить те темные моменты внутри тебя, которые нигде не могут быть измененными, только если ты ступишь в завет и поженишься, и будешь в семье. Поэтому, друзья, я помню, однажды у нас было непонимание, такое серьезное-серьезное. Я сел в машину, и я пришел к таким рассуждениям. Вообще, как меня угораздило жениться вообще так? Как это так? Она вообще не понимает меня. Вообще, что было со мной. Как это так? Я думаю, скорее всего, тут все. Просто развод уже, наверное. Ну, а разводим мы договорились, что мы никогда даже думать не будем. Ну, а эти мысли где-то так. Что я могу сделать? Я бессилен. Я в тупике. Я был и злым, и раздраженным, и бессильным таким, и таким обмякшим. И я был точно уверен, что я прав. И все. Тут даже нет ни малейшего сомнения. Она не права. И все. И знаете, в моих рассуждениях я дошел до момента, когда я стал с Богом говорить. Господи, как это так? Вообще, ну, куда ты смотришь? Как это так? Похоже, это просто какая-то серьезнейшая ошибка в моей судьбе. Я ошибся. Я ошибся, наверное. И вдруг, среди всего этого такая четкая мысль от Бога. Сын мой, а вспомни, ведь я тебе говорил, что она от меня. В этом была моя воля. Я тебе дал Надюшку. И я так рассмысленно все эти моменты. Когда я искал Бога. И там не было ни малейшего сомнения, что она от Бога. И у меня мысль следующая. И у меня мысль следующая. И у меня мысль следующая. Подожди. Ну, а как вот это все? Как вот это все сейчас? Как ты это объяснишь мне сейчас? И следующая мысль. Бог знает намного больше, чем я. Я уперся. Я вижу, что она не права. Я вижу, что ей нужно было бы уступить давно уже. Я вижу, что я прав. Она, в свою очередь, видит точно так, что я не прав. Мы просто уперлись. И мы бессильны. Но ты, Бог, который нас соединил, ты, видимо, знаешь больше. И понимаешь больше. И видел, что эти моменты будут. И что мы как-то должны пройти сквозь это. Знаете, я вышел из автомобиля через какое-то время с мягким сердцем. И я сказал, Боже, я не знаю как, но я доверяю Тебе. Мой брак основан на Твоей воле. И у нас получилось тогда поговорить. И после этого мы решали все конфликты, которые, или непонимания, которые возникали у нас. Совсем с другой перспективы. Потому что у нас было ясное понимание. Краеугольный камень. Наш брак по воле Божией. Бог дал нам друг друга. Мы не можем разойтись. Поэтому нам нужно понимать друг друга. Дай мне понимать, Господь. Друзья, это завет. Теперь третий камень посвящения. Знаете, что такое посвящение? Это желание созидать брак. В Библии есть один человек, который назван мужем желания. Мне очень нравится это имя. Я хотел бы, чтобы когда-нибудь Господь упомянул. Не знаю, будет это или нет. Может быть, в вечности я услышал бы, комплимент был бы высочайший в моей жизни, если бы Бог сказал бы мне, ты муж желаний. Вы знаете, есть люди желаний по плоти. Плотские желания. Строптивые желания. Такие возникли, пошли. Особо не думают. А есть желание от Бога. Которое от Бога приходит. Созидать брак, это от Бога желание. Строить свою семью, вкладывать свое время в свою жену, в своего мужа, в своих детей. Это желание от Бога. И если ты будешь это делать не как обязанность, опять мне надо идти домой. Что там надо купить, куплю там. Что надо сделать, сделаю. И твое сердце где-то в другом месте. Дети твои очень хорошо понимают, когда ты зажигаешься. Речь идет, допустим, о футболе. Вау, кто, где, как. И они видят тебя совсем другим, чем когда ты дома приходишь, и что-то там пытаешься выдавить и себе, да, все хорошо. Что было сегодня? Все хорошо. Но ты ничего не рассказываешь. А что рассказываешь? Все хорошо. И все, с потухшими глазами. И дети сразу понимают, где ты весь, где ты не весь. И так посвящение. Посвящение – это желание созидать свой брак. Я хочу процитировать один текст из Иоанна 12 главы 24 стихом. Там написано так. Если зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Вы когда-нибудь этот стих читали по отношению к себе и к семье? Если Виталий, создав брак, не умрет, то останется один. Жена не сможет жить с ним. А если он умрет, то принесет много плода. Стоят двое под венцом, такие красивые, столько цветов. Пастор объявляет мужем и женой. Столько радости, аплодисменты. О, какой чудесный день. А на самом деле, это похороны. Пастор, ты что? Это декларация, что я умираю для своей жизни. Теперь я протягиваю свою руку и буду жить для тебя. Она говорит, а я для тебя. Что это означает? Потом начинаются серые будни. Но если ты не умрешь для себя. Знаете, после свадьбы приходит парень на работу и говорит, ребята, все нормально. О, ты уже окольцован. Кольцо в носу. Ты женатик уже, женатик такой, как мы. Он говорит, ребята, все нормально. Я такой же самый. Я такой же самый. Мы также вечерами будем задерживаться, играть. Мы также будем немножко развлекаться. Подожди, если ты не поймешь, что ты уже не тот. После того, когда ты женился, то беда. Ты останешься один. Ты не тот же самый. Беги домой. Беги домой. У тебя есть жена. У тебя есть семья. Приноси все свое сердце. Делай это желанием. Будь мужем желания. И точно так же по отношению к жене сказать нужно, беги домой. Беги домой. Потому что это твое гнездышко. И четвертый камень – это любовь. Друзья, я верю, что любовь следует за посвящением. Если вы поменяете это местами, то вы получите просто мирскую модель брака. Я люблю, я люблю. Я женюсь. Почему? Не могу жить без нее. Не могу жить без него. Я люблю, я люблю. А потом через пару месяцев разлюбил. Это не то было. Другую люблю. Ой, он мне нравится. Там еще кто-нибудь. Почему? Потому что любовь на самом деле – это отдача себя. В Библии сказано, что любовь не ищет своего. В Библии сказано, что любовь не мыслит зла. Да, любовь думает о другом человеке. От меня к другому человеку – вот эта любовь не ко мне, не для себя, а от меня к другому человеку – вот это и есть любовь. Это фундамент. Я хочу очень быстро пройти по стенам, друзья, пробежаться, так сказать, по стенам. То есть стены состоят из кирпичей или из бетонных или таких газовых блоков, как мы строим сейчас. И есть семь видов того, что я считаю, из чего созидается семья. Если есть фундамент, если есть воля Божия или решение жить с супругом или супругой после того, когда вы покаялись, есть завет. Если нет завета, вы можете заключить этот завет. Если есть посвящение и есть любовь. Что после этого? Наступают будни. Что после этого? Итак, после этого есть семь разных видов того инструмента, из которого созидается семья. На первое место я поставил слова любви, ободрение и вдохновение. Вы знаете, что женщины любят ушами. И это в действительности так. Мужчины больше смотрят, анализируют. Но я хочу сказать, что слова очень важны. Иногда я слышу, как общаются между собою муж и жена, и мне страшно. Потому что такая грубость. Просто грубость. Однажды стоял, ждал в очереди, чтобы деньги снять с банкомата, и вдруг за мной стояли люди, и они между собой общались. И я повернулся, и я сказал, а как вы так? Они отошли в сторону вообще, что-то там матом на меня. То есть, они не разговаривают нормально, они на матах друг с другом. Причем и она тоже. Так странно вообще. То есть, слова, слова ободрения. Ты умничка, ты золотая, ты у меня прекрасный. Ты у меня прекрасный. Песни-песни, чудесная книга. Там такие слова. Там, и там он мужчина, который идет, чтобы быть со своей возлюбленной. Который ищет ее, так сказать. Добивается ее, который мужчина, который настоящий мужчина. И там она такая разнеженная. И она тоже полна страсти, чтобы быть с ним вместе. И там у них такие слова. Такие слова вытекают. Просто вытекают из-за этого. На втором месте я поставил общение. Это проблема для мужчин. Знаете, как мальчики играют в детстве? Машинками. Бум. Это я играл. Вы играете там электронно, наверное, мальчики. Но мы играли в песке. Машинки друг с другом. Купили какие-то машинки. И друг друга как бы обгоняли машинками. Мы почти не разговаривали. Вот так мальчики играют. Ты убит. Вот так мальчики играют. А как девочки играют? У меня две девочки, которые росли. Вы знаете, я наблюдал за ними. Они уже в 3-4 годика с куколкой. Я в больницку играю. Я в больницку играю. И в кольчики поставлю. Ты у меня хорошенькая. Они все время разговаривают. Они все время разговаривают. Прямо с детства все время разговаривают. Представьте себе. Она выходит замуж. Она хочет говорить. Она хочет говорить. И приходит мужчина. Все хорошо. Все хорошо. Хлеб есть? Что там еще? Покушать есть? Все. Я пошел. Уткнулся в телевизор. И лежит себе на диване. Подожди, милый. Тебе я нужна? Конечно, нужна. Если бы я передумал, я бы сказал. И снова уткнулся. Или в гаджетах. Представьте себе. Общение. Вы знаете, когда я возвращаюсь с поездки, я прихожу домой. Обычно это утренние рейсы. Я ночь не спал. Моя жена только поднимается. И я произношу знаменитую фразу. Расскажи, милая, что здесь было? Хотя мы сейчас общаемся даже так. И следующих час-полтора-два мне нужно просто слушать нераздельное внимание. Потому что я как будто кнопку нажал. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И после этого все хорошо. Понимаете? Общение. На третьем месте это прощение. Друзья, если мы не научимся прощать, если мы будем хранить обиды, кто-нибудь вас тронул в какое-то место, то вы говорите, ты всегда это делал. Я помню. Ты с самого начала. А ты какая там? И это не прощение. На четвертом месте я поставил близость. Семья без близости – это не семья. К сожалению, в моей пастырской практике иногда бывают случаи, когда я сталкиваюсь с тем, что если у них нет близости, они практически рассыпаются как семья, как гнездышко. Но близость – это не просто физическая близость. Она начинается с душевного соединения. Она начинается задолго до того, как приходит вечер. Почему? Потому что так устроено, что прежде всего души должны быть соединенные. И потом награда за соединение ваших душ, ваша близость. На пятом месте вы делаете все вместе. Давайте скажем, вместе, вместе. Тронь своего супруга или супругу. Скажи, вместе, вместе. Мыть посуду? Вместе. Да я, да я, да я. Или, ну, помой посуду. Да что, я мыл. Вместе. Убирать дома? Вместе. Идти в магазин за покупками? Вместе. Что-нибудь приготовить? Вместе. Вместе в этом кирпичике вашей семьи. И потом следующее. Это развитие. Это общее дело. Постоянное развитие. Я думаю о том, что если бы мы не имели призвания, как семья. Вы знаете, муж и жена, когда женятся парень и девушка, они смотрят друг на друга. Он думает, ох, она такая классная. Она будет удовлетворять все мои потребности. Он смотрит на нее. Или она, значит, на него и думает, он такой классный. Он зарабатывает, обеспечивать будет. То есть он вообще такой представительный. Он умненький. Он там все из такого рода. И они смотрят друг на друга. Вот где ошибка? Надо повернуться вместе и смотреть на то призвание, которое Бог имеет для вашей семьи. А вы пробовали когда-нибудь друг от друга перевести взгляд? Потому что потом вы разочаровываетесь. Потом у вас уже негатив идет. Потом вы от любви к ненависти один шаг. Вы то вроде любите, потом ненавидите. Какая-то частность вас ненавидит. Вы готовы там спустить с третьего этажа, а потом там тут же побежать вниз и поймать, сказать, люблю, 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 прости. То есть и вот это все чувства. А вы поверните свой взгляд. Господи, а что мы как семья? Что ты хочешь от нас? И когда вы имеете общее дело, призвание Божие, это невероятно сильно. Это невероятно свежо. Это настолько соединит вас, настолько благословит вас. Итак, слово «вместе» – постоянное развитие. И еще на один кирпичик хочу вас растянуть. Это служащее сердце по отношению друг к другу. Это внимательность. И здесь снова мой духовный отец является большим примером для меня. Он был настолько внимательный к своей жене. Я учусь у него. Настолько внимательный. Внимательность друг к другу. Друзья, что такое крыша? А крыша – это зависимость от Господа. Крыша – это Божие благословение вашей семьи. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. 90-й Псалом. Говорит Всевышнему, «Ты Бог мой! Ты защита моя! Живущий под кровом!» И я скажу вам, если бы не Господь созидал наш брак, мы бы не смогли бы прожить 30 лет. Если бы не Господь давал тебе мягкое сердце вместо каменного, ты бы взорвался бы и наделал бы таких глупостей. если бы не Господь созидал и покрывал своей милостью и благодатью, то много-много боли и ран просто изранили бы твою душу, истрепали бы тебя, и ты бы сказал, это ужасно, семейная жизнь. Хотя, это прекрасно. Я хочу помолиться сейчас, давайте встанем. И я верю, что для некоторых из вас это слово будет большим ободрением и вдохновением. У Бога есть благодать, у Бога есть сила, чтобы покрыть и благословить твою семью и дать тебе все необходимые инструменты. Отец Небесный, я молюсь о каждом человеке. Я молюсь, Господь, о семьях сейчас. Я молюсь о мужах и женах. Я молюсь о том, чтобы благодать Твоя, Твой кровь, кровь Всевышнего, опустился в наши семьи. Господи, сделай нас людьми желание. Дай нам, Господь, захотеть, строить и созидать свою семью. Даже если много боли было, даже если были причины, Господь, по которым мы уже и руки опустили, опустили, Господи, я прошу Тебя, приди, приди к каждому такому человеку и дай, Господь, Твою благодать. И дай, Господь, новое желание и новый день. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Господи, Ты можешь поменять все. Ты можешь дать новое начало. Ты можешь дать новое вдохновение. Ты можешь сделать, Господь, то, что люди сами не в состоянии. Мы нуждаемся в Тебе. Пусть Твой покров будет в наших домах. Пусть Твоя атмосфера будет в наших семьях. Я противостою против всякого духа осуждения, против всякого духа, который противостоит созиданию и единству семьи. Я противостою против этого. И я молюсь, Боже, о том, чтобы атмосфера любви и благодати опустилась в наши дома. Мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим и превозносим Тебя во имя Иисуса. И весь народ да скажет Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok